Всем привет, дорогие друзья! Свершилось чудо! Трансферная бомба взорвалась в Локомотиве! Подписали португальского полузащитника Жуао Марио. И я думаю, что этим либо трансферная кампания Локомотива в этом межсезоне закончится, либо, по крайней мере, главный трансфер, а точнее аренда, все-таки свершился. И уже никого круче, чем Жуао Марио, в нашей команде этим летом не появится. К этому времени, к концу трансферного окна, 100% положительные кандидатуры невозможно найти, ну или, по крайней мере, не на наши деньги. Можно было найти кого-то бесплатного или какую-нибудь очень хорошую аренду, но где-то в начале трансферного окна, по крайней мере, перед 1 июля, когда большинство контрактов заканчивались, либо, заплатив большие деньги, купить какую-нибудь звезду из какого-нибудь среднего клуба. Но это все варианты не про Локомотив. Нынешний Локомотив — это режим экономии, но при этом это Лига Чемпионов, и средненькие футболисты нам не нужны. Состав Локомотива, как я уже говорил раньше, укомплектован и вполне неплохо играет. Да, оставим за скобками матч в Краснодаре, в котором Локомотив выходил без Алексея Верончука и по новой схеме. В целом же Локомотив при своих 4-2-3-1 и в оптимальном составе показывает очень хороший футбол. Нам, возможно, нужен крайний защитник на левый фланг, возможно, даже и на правый фланг, несмотря на то, что подписали Живоглядова. Нам нужен, возможно, нападающий, да, учитывая, что Эдер, наверное, не забивной форвард, и несмотря на то, что подписали Луку Джорджевича. Но если говорить о середине поля, об опорной зоне или о зоне атакующих футболистов, то там вроде все неплохо. У нас есть два замечательных опорника, это Криховик и Баринов, есть трио атакующие, это два Эмирончука и Рефат Жамалединов. Также есть еще когда-нибудь поправящийся Джейперсон Фарфан. Тем не менее, подписание Локомотива было очень нужно. Мы ждали или опорника, или человека в атаку, который будет способен таскать мяч, но подписали Жуао Марио. И эта кандидатура, как и должно быть, очень и очень неоднозначная. С одной стороны, Жуао Марио это определенно классный футболист. Это лидер сборной Португалии на победном для нее чемпионате Европы 2016 года, там где Эдер забил свой знаменитый мяч и вошел в историю футбола. Но если Эдер играл там эпизодически, выходил на замену, то Жуао Марио все матчи в старте и действительно вел игру сборной Португалии. Это игрок звездный, и когда он переходил из спортинга в Интер, казалось, что он может стать одним из звучных имен в европейском футболе. Но что-то не заладилось. На самом деле, история Жуао Марио очень сильно перекликается с историей другого португальца, который в нашей команде сыграл очень яркую роль в чемпионском сезоне, немножко до, немножко после, я, конечно, говорю о Мануэле Фернандеша. Мануэл Фернандеш точно также считался одной из главных восходящих звезд Португалии, но карьера в европейских топ-клубах у него не задалась, в том числе в Валенсии, в котором проблемы Мануэла Фернандеша были очень схожими с проблемами Жуао Марио. Вроде человек явно умеет играть в футбол, но при этом вписать его в построение конкретного клуба у тренеров так и не получалось. Изредка они сверкали. Но чаще болельщики были недовольными их игрой. У Жуао Марио еще оказался довольно острый язык, и проблемы с фанатами также объединяют Жуао Марио с Мануэлом Фернандешем. Фернандеш воевал с ними в Турции. У Жуао Марио получился такой неприятный период в Италии, и переход в локомотив для болельщиков Интера оказался едва ли не праздником. Однако у Мануэла Фернандеша получилось заиграть в Турции, получилось заиграть в России благодаря своему таланту футбольному. И вполне возможно, что у Жуао Марио, которому не получалось в Англии, не получилось в Италии, получится в России. Но для этого Жуао Марио придется немножко изменить свой подход к футболу. Но и локомотиву придется весьма и весьма серьезно подстроиться под таланты Жуао Марио. Дело в том, что в нашей обычной расстановке 4-2-3-1 места для Жуао Марио просто нет. На позиции опорного полузащитника и Криховик, и Баринов смотрятся сильнее, чем Жуао Марио. Они лучше отнимают мяч, они больше борются, они больше бегают по полю. Жуао Марио более техничный футболист и единоборств старается избегать. Но при этом и на позиции десятки, да, многие говорят о том, что Жуао Марио будет играть под нападающими, но и там Жуао Марио проявляет себя не с самой лучшей стороны. По крайней мере, если сравнивать его с Алексеем Ирончуком, то Леша выглядит поинтереснее. На флангах Жуао Марио сыграть может, но при этом большая часть его положительных качеств не раскрывается. У нас, к сожалению, фланги тоже не особо работают. На одном фланге есть Рефаджи Малединов, который сверкает, отдает голевые передачи, забивает, но при этом часто просто пропадает с поля и кажется, что мы играем в десятером. На левом фланге играет Антон Миранчук и вроде бы тоже в прошлом сезоне показал, что он может играть и забивать, но при этом начало этого сезона вышло, мягко говоря, неоднозначным. И гол, который он забил в ворота Динамо, был совершенно из другой зоны. В общем, края атаки у нас не очень хорошо работают. И там, наверное, Жуао Марио можно ожидать. Но при этом Жуао Марио совершенно не забивной футболист. Он предпочитает играть с мячом на коротке, отдавать надежные передачи и вскрывать оборону соперника. Этим всем у нас занимался тот же самый Мануэл Фернандеш. Но у Мануэлла Фернандеша был козырь. Он мог издали пробить поворотом или со штрафного закрутить мяч, что во многом спасало его карьеру на старте, когда он забил 9 мячей в своем первом сезоне, большинство из которых были просто красивыми дальними ударами или замечательным завершением, когда этого никто не ожидал. Жуао Марио играет в совершенно другом стиле. Идеально было бы для Локомотива перестроиться на схему 4-3-3. Палыч уже неоднократно пробовал перестроить Локомотив на эти самые 4-3-3. И получалось практически всегда довольно плохо, потому что третьего полузащитника, который мог бы вести игру команды, которая бы замечательно и оборонялся, и атаковал, связывал все линии, не находилась. Пробовали Мануэлла Фернандеша, но он больше играл на самого себя. Баринов и Криховик покрывают все поле, много борются, много отбирают, но это совершенно не фантазисты, не те игроки, которые могут что-то придумать, найти партнеры между линиями, сделать замечательную передачу. Жуао Марио может. И если мы, допустим, поставим в роли якоря, такого стопера Баринова или Криховика, кому как больше нравится, по краям от них, соответственно, справа или слева, окажется другой наш опорный полузащитник, Жуао Марио, то вот эта схема уже может работать. Ну и в атаке тогда развернется Федор Смолов, 2 Амиранчука, или Жамалединов, или Фарфан, когда вернется. В общем, Жуао Марио добавит нам разнообразие и вариативности в тактических схемах, которого нам, мне кажется, немножко недостает. Вот когда мы играли с Краснодаром, мы вышли в 3 центральных защитника, вынужденно вышли без Алексея Амиранчука, и оказалось то, что баланса в нашей игре просто нету. Есть оборонительная часть, это 3 центральных защитника, 2 крайних защитника, 2 опорника Криховик с Бариновым, они защищаются. И есть часть, которая впереди, это Миранчук, это Смолов, это Рифаджи Малединов, но так в современный футбол не играют. Должен быть баланс, должна команда бежать в атаку, большим количеством народу атаковать, и должна большим количеством защищаться. Жоао Марио может это делать. Он может и играть в атаку, и играть в оборону. Другое дело, что конкретно в атаке он хуже наших атакующих футболистов, а конкретно в обороне хуже защищающихся. Но вот такого универсала нам, пожалуй, действительно и не хватало. Но не стоит забывать и о глубине состава. Вот, например, к матчу с Ростовом, Криховик подходит с тремя желтыми карточками. Если он получит еще одну, то следующий матч пропустит. Если бы мы не подписали Жоао Марио, у меня была бы легкая паника. Матч с Ростовом это довольно серьезный матч, и Джегош Криховик имеет все шансы получить там желтую карточку. И выходить даже на Сочи без Джегоша Криховика, мне, честно говоря, вообще не хочется. Однако, теперь у нас есть Жоао Марио, и как-то проблема немножко нивелируется. Выходить на Сочи с парой баринов Жоао Марио уже вполне себе неплохо. Такая глубина Локомотиву была нужна. Да, Жоао Марио это больше игрок в сторону атаки. Защищаться, вести единоборство, бороться на футбольном поле, как любит Палыч. Наверное, это не сильные стороны Жоао Марио. И в этой части, мне кажется, то, что Жоао Марио, это, наверное, не самое лучшее укрепление для нашей команды перед Лигой Чемпионов. Где у нас будет очень много игры в обороне, и где на нас, скорее всего, обрушится громадное давление от команды с первой корзины и второй корзины. Но, тем не менее, для Локомотива это будет очень здорово. В чемпионате России очень часто Локомотиву приходится именно владеть мечом, именно вскрывать чужую оборону. И без такого игрока, как Жоао Марио, каким был раньше Мануэл Фернандеш, это бывает довольно-таки тяжело. Ну, посмотрим, как португалец себя проявит. Я очень надеюсь, то, что он приехал к нам с достаточной мотивацией, и кажется, то, что он действительно хочет перезапустить свою карьеру. Мы отличный клуб для того, чтобы перезапускать чужие европейские карьеры. Ну и будем надеяться, то, что все сложится, и эта аренда превратится в настоящий трансфер, а Жоао Марио приведет нас к многим красивым ярким победам. Еще очень хочется сказать про презентацию Жоао Марио, и в этом плане клуб тоже очень здорово сработал. Я уже давно мечтаю о том, чтобы статусных новичков Локомотива представляли на стадионе перед болельщиками, чтобы они с первых секунд понимали, что они играют именно для нас и проникались нашим паровозным духом. Судя по отзывам, все было организовано неплохо. Была, конечно, небольшая заминка, 30 или 40 минут, пока переносили начало, собственно, презентации. Были косяки с ютубовской трансляцией, которую потом даже пришлось перезаливать, потому что не было звука, было не очень хорошее качество картинки. Но, тем не менее, да, это первый блин, который постарались для нас сделать, и мне кажется, что это все очень здорово, и я надеюсь, что такое продолжится. И, на мой взгляд, Локомотива очень серьезно не хватает вот этого вот общения неформального между болельщиками и игроками. Как ни крути, вот сейчас нам представили Жоао Марио, были болельщики, владельцы абонементов, но я так понимаю, что пройти мог кто угодно. И есть связь между вот этими людьми, которые пришли на площадь перед паровозом, и Жоао Марио. Они увидели его вживую, они пообщались, и теперь они, как ни крути, все равно будут болеть за этого футболиста и желать ему всего самого лучшего, надеяться, что у него все получится на поле. Наверняка придут и на стадион, и будут тоже болеть и переживать за него. Эта связь, она очень важна, и, к сожалению, у Локомотива в последние годы она немножко утеряна. И в этой связи тоже интересно, как следующие две недели после Ростова проведет Локомотив. У нас сейчас перерыв будет на сборные, и это в теплое время года, когда еще можно провести некую встречу, открытую тренировку, или вообще, как любит Палыч, провести турнир четырех Локомотивов, позвать туда болельщиков. Четырех Локомотивов – это основная команда. Те, кто не уехали в сборную – это Казанка, это Молодежка и команда Ю-19, которая играет на первенстве Москвы. И позвать туда болельщиков, сделать автограф-сессию, хороший праздник, пока тепло, пока хорошая погода, и есть время, было бы очень здорово, и это бы еще немножко объединило бы команду и болельщиков. Ну, не знаю, как все будет, возможно, Палыч увезет действительно команду в Сочи, тренироваться и ожидать матча с местной командой. Тогда, конечно, ничего не получится. Но лично мне хотелось бы, чтобы у болельщиков было больше возможностей встретиться с игроками и со всей командой в целом. В общем, таким вот я вижу приход Жуао Марио. Есть определенные сомнения, но есть и надежда на то, что этот игрок действительно может помочь Локомотиву в вариативности, в глубине состава, в каких-то ярких атакующих действиях. Ну, будем смотреть, радоваться, возможно, что Жуао Марио появится уже в матче с Ростовом. А пока ждем еще и итогов жеребьевки, которая будет завтра, и про которую тоже будет ролик. Ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, посмотрите видео, которое мы выпустили во вторник. Там интервью, очень интересное интервью с Виктором Артюховым. Даже если вы не знаете, кто такой Виктор Артюхов, то я все равно советую запустить или добавить в список, посмотреть позже и когда-нибудь заценить, потому что, ну, лично мне кажется, то, что беседа вышла очень интересная. В общем, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok